друзья всем привет вы находите канале мистер соля тема сегодняшнего видео это то когда покупать криптовалюту часто слышу вопрос ну что когда покупать криптовалюту хочу сегодня поговорить на эту тему и сказать свое мнение вообще по этому поводу что касается захода в криптовалюту когда покупать когда продавать тут у каждого должно быть свое мышление то есть не нужно опираться на чье-то мнение даже человек опытнее чем вы он может либо ошибаться либо возможно что-то им какую информацию не да так где-то понял поэтому я вам рекомендую никогда не прислушаться кому-либо то есть всегда только полагаться на себя в этом плане поэтому друзья обязательно если вы торгуете либо участвуйте в каком-нибудь там допустим хайп проекте либо не знаком в сего в каком-то принимаете участие всегда полагайтесь только на себя вот к примеру взять сегодня рынок вчера эфир он с 95 долларов упал до 87 очень сильно просел и тут такой момент был скажем так неудобные в плане того что кто закупался там на 100 долларов на 110 они просели сильно они хотели на короткосрок все это дело сделать и немножко не подрассчитали все потому как некоторые источники писали что сейчас эфир слетит и все прочее то есть полагаться никогда не стоит на какие-либо источники и что-то еще что касается бутерин там всегда говорит какую-то чушь то растет там крипто то не растет то ее закроет всякую дичь по жизни несет поэтому слова бутерина лично я всерьез вообще уже не воспринимаю поэтому вам рекомендую в этом плане относиться с тест на кого советом и кого вообще высказыванием абсолютно также да как и вообще высказыванием любой медийной личности кто является крипто энтузиастом поэтому ребят никогда не слушайте никого только полагайтесь на себя в этом плане и всегда нужно рассчитывать то на какую сумму пример вы заходите криптовалюте то есть если вы заходите на 1000 долларов или на две тысячи долларов вам самим необходимо понимать какие сроки примерно сыграет она в плюс либо в минус как она себя дальнейшем будет вести то есть нужно посмотреть вообще что происходило там скажем так а до этого как сильно нападал в ближайшие дни нужно все 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 информацию для себя взвесить и потом уже принимать решение вот примеру я на днях на 1000 долларов купил криптовалюта закупил биткойны эфириум и портфель просел там на 170 долларов то есть уже в минус пошел вот поэтому видите здесь на краткосрок точно уже не сыграть потому как вообще непонятно что сейчас будет вообще события может быть очень много и поэтому даже ничего точно спрогнозировать личная сам для себя даже не могу то есть я вот зашел сейчас и жду уже какой-то обратной реакции положительный соответственно все пришли за положительный мы никогда не стоит торговать в минус это вам скажем так мой совет то есть никогда не уходите если вы просили то есть уходить только в это такое правило но известно мое правило никогда в минус не уходить вот и несмотря даже от времени от сроков то есть только плюс вот для себя сейчас я также пришел принять участие о том чтобы принять в проекте дабл его участием здесь и под проценты скажем так грубо говоря вклады у них есть вот здесь тарифы торговые пакеты это стандарт эксклюзив и вид я хочу попробовать на стандарт зайти и здесь видите прибыли есть определенная то есть в том случае даже если я буду по рынку вам скажем так уходить в минус я хочу перестраховываться вот допустим принять принимаю участие в таком проекте я понимаю в риск я понимаю все но тем не менее это хоть как-то выравнивать положение того что я могу здесь уйти в плюс из-за процентов по рынку я могу уйти в минус и в итоге хотя бы я останусь той суммой на которую заходил то есть я ничего не потеряю поэтому я стараюсь до принимать участие в подобных проектах что касается моего сайта то ссылочку я оставлю в описании можете посмотреть вообще что здесь есть за всякие приколюхи фичи и прочее также вот есть 15 процента реферальная комиссия тоже очень здорово можно зарабатывать также там допустим приводить друзей ну кто занимает 3 занимается рифоводством те понимают что такое насколько это много 15 процентов вот так же моментально здесь оплата ну много-много всяких плюшек то есть скажем так приколов которые играют положительные какие-то там моменты вот но здесь вот есть также номера вот мои инвестиции то есть видно что кто когда чего закидывал то есть время все 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 видно вот ссылочка будет в описании ну и что касается ситуации что сейчас вообще происходит на рынке мое мнение что надо подождать нужно посмотреть подождать то есть определенно нужно пока что подзависнуть и ничего не продавать не покупать просто посидеть и посмотреть как себя рынок будет вести потому что я говорю что вчера буквально это у нас был минус по эфиру сегодня уже более-менее он в рост пошел сегодня уже опять 95 долларов поэтому тут такие скажем так ну можно было на краткосрок сыграть знает допустим как он себя дальше поведет можно было допустим взять на на просадки на дне его и сейчас вот его слить можно было бы так сделать но на малой сумме это конечно не как скажем так прибыль особо не принесет если только на больших суммах вот ну это наверное самый такой я ответил на самый задаваемый мне вопрос всегда спрашивает когда заходить когда выходить рекомендации по этому поводу никому не хочется давать потому что здесь должна быть своя голова здесь должно быть самостоятельное решение от того кто инвестирует поэтому друзья в первую очередь всегда полагайтесь только на себя не стоит ни на кого полагаться вот такое коротенькое видео с вами был мистер солер я ответил на ваш самый самый задаваемый вопрос и кому понравился видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал до скорых встреч